Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава Евангелия от Марка. Читаю свой перевод для библейского портала экзегет. Ну и у нас уже в конце второй главы очень ясно наметился конфликт между Иисусом и книжниками и фарисеями по поводу субботы. Что такое суббота? А священный день покоя, который нужно проводить в молитве, в который нужно отказываться от работы, от всех повседневных дел, согласно Моисееву закону, и что вот конкретно это означает? Что ничего нельзя делать, считают книжники и фарисеи, например, срывать колосси руками. Даже вот так это не просто работа, это некое такое маленькое действие на работу похожее, потому что человек не запасает урожай, когда он срывает колосси руками, он просто сам грызет зерна по дороге. Ну вот, тем не менее, так они считают. Что с этим делать? Идти навстречу? Иисус не идет навстречу, он говорит, человек господин над субботой, сын человеческий господин над ней. А имея в виду, скорее всего, себя, сын человеческий, такое торжественное наименование. Снова пришли они в синагогу, а там был человек, и у него иссохшая рука, парализованная, видимо. И все выжидали, исцелит ли Иисус того человека в субботу. Тогда можно будет его обвинить. Смотрите, они ждут, чтобы исцеление стало поводом для обвинения, не для благодарности Богу, даже не для того, чтобы как-то вот сказать, ну, а почему ты его исцелил, а вокруг столько вольных, а это была бы какая-то понятная претензия. А вот, что он вообще его исцелил, что суббота была нарушена в данном случае, потому что врачебный труд тоже труд. А он говорит человеку с иссохшей рукой, встань посередине. То есть можно было как-то вот, давай там за угол отойдем, давай там выйдем, погуляем, заодно и решим твою проблему, да, чтобы вот только не навязываться им на глаза, не попадаться, да. Нет, встань посередине, чтобы все видели. И спрашивает их, возвращает им вопрос, да, вот, как вы скажете, так я и сделаю, как будто. И спрашивает их, что позволено делать в субботу, добро или зло, спасать душу или губить? Хороший вопрос. То есть все эти ритуальные правила, они, конечно, важны и нужны, но есть правила и вопросы выше ритуала, да. Вот добро или зло, этот выбор, который постоянно, ежедневно, ежечасно, и в субботу тоже стоит перед человеком. Что позволено делать в субботу? Добро или зло, спасать душу или губить? Они молчали. Как ответить, да? Сказать, нет, в субботу нельзя делать добро, в субботу нельзя спасать. Ну, это очевидный абсурд. Сказать все можно, значит, нарушается их трактовка. Они, наверное, скажут так, ну, вообще, конечно, добро, но с другой стороны есть другие дни, можно это другие дни сделать, разве так это было важно, нужно срочно и так далее. Ну, вот вся эта история, которая каждый раз начинается, когда человек оправдывает явно ошибочную, и самому ему ясно, что ошибочную точку зрения. Они молчали. Он посмотрел с гневом и досадой на этих людей с окаменевшим сердцем. У того, рука иссохла, а у этих сердца окаменело. То есть их внутренняя сущность. И говорит тому человеку, протяни руку. Он протянул, и рука снова стала здоровой. Тут фарисеи ушли, и сразу же стали сговариваться с людьми Ирода, как бы его погубить. Люди Ирода, царя Ирода Антипа, который был назначен Римом управлять, соответственно, иудеи, ну, такие сторонники политической, сильной политической власти. И фарисеи вообще не очень их любили, потому что и сам Ирод уж совсем не был фарисеем. Да, вот он был жестоким диктатором. Ну, я говорю про Ирода Антипу, хотя, конечно, к Ироду Великому это относится еще в большей степени. И таким, скорее, вот эллинизированным иудеем, а не... Да и иудеем-то его тут даже трудно назвать. Вот, но он точно не был таким фарисеем или книжником. И вдруг они союзники, потому что у них общий враг, и общий враг — это Иисус. Вот они готовят заговор уже сейчас, уже в самом начале книги, всего лишь третья глава. Иисус не знает, не считает важным этот заговор. Иисус вместе с учениками отправился к морю, а за ним множество людей из Галилея, еще из Иудеи, из Иерусалима, из Думея, из Зайвердания, из областей Тира и Сидона, то есть все окрестные области, собралось к нему множество людей, ведь они прослышали о его деяниях. Он просто живет. Он не пытается с заговором бороться, ну, даже не то, чтобы его игнорируют, а просто живет своей жизнью. Своим ученикам он велел держать на готове лодку. Слишком уж на него наседали, ведь он многих исцелил, и к нему рвались все, у кого был какой-нибудь недуг, лишь бы к нему прикоснуться. Зачем, почему, кто он, что он, неважно, здоровья прибавится. А стоило увидеть его там, тем, в ком был нечистый дух, как они падали пред ним с криком «Ты Сын Божий». Но он постоянно им приказывал ничего о нем не разглашать. Тоже такая постоянная тема, что нечистые духи не должны раскрывать о нем эту правду. Не всякое правильное высказывание должно без конца повторяться. Не всякая сущность, здесь духи даже, они люди, имеют право на это высказывание. Еще он зашел на гору и призвал, кого сам пожелал, и они к нему собрались. Вот про призвание апостолов, так как бы походя, да, а ничего в этом особенного не было, не было какой-то торжественной церемонии, а просто вот позвал с собой 12 человек. Он назначил 12, и назвал их апостолами. Апостолы — это посланники буквально. Пусть они останутся при нем, а он будет отправлять их на проповедь, причем будет им по силам изгонять бесов. Он их назначил 12. Симон и нарек ему имя Петр. Петр — это скала, камень. Симон — это вполне обычное слово, вполне обычное имя еврейского языка. Еще Зеведеева — сын Иакова, его брата Иоанна. Им он дал общее имя Буанаргес, то есть сына Грома. Ну, такие, судя по всему, резкие, очень грозные люди. Еще Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Алфеева — сына Иакова, Фаддея, Симона Ханани и Иуда Искариота, который его и предал. Еще один Симон, один Симон Петр, а второй — Ханани. Ханани, скорее всего, означает патриот. Ханаан — это земля израильская, и Ханани — тот, кто борется с ее независимостью от Рима. Хотя мы точно этого не знаем. А уж Иуда Искариот, откуда это прозвище, может быть, это Ишкариот, то есть муж Кариота, Кариот — название селения. Может быть, что-то еще. Но и обратим внимание, что имена повторяются, как и в наше время, очень многие имена частотны. Поэтому нужно давать дополнительные определения. Симон Петр или Симон Ханани. Вот такие есть здесь особенности. Заходит он в дом. Туда опять набилось столько народу, что даже хлеба поесть не было возможности. Снова вот эта вот толпа, которая ждет исцеления и вообще развлечений. Его близкие прослышали об этом, пришли его забрать, полагая, что он не в своем уме. Но когда что-то непривычное происходит, самое простое — сказать, что с ума сошел. Да, вот что-то такое. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Иисус одержим Вильзиулом. Вильзиул — одно из названий сатаны. Это такое искаженное название одного из языческих богов. И, соответственно, вот он сатана и одержим Вильзиулом, и что он изгоняет бесов, поскольку сам бесами и правит. Логично, да, если он их князь, то почему он их все время гоняет? Должен, наоборот, им помогать, способствовать всюду. Но вот такая вечная история про то, как обвиняют в самых абсурдных вещах, чтобы точно поверили. Потому что если так чуть-чуть где-то присочинить, не звучит красиво и убедительно. А это вот прямо такой набат. Подозвав их, он стал говорить с ними притчами. Как сатана может изгонять сатану? Если царство его раскололось, то он не может устоять это царство. Если дом его разделился, этому дому не устоять. Если сатана восстал сам против себя, если разделился, не выстоять ему, настал ему конец. Ну, логично, да? То есть, если бесы против бесов, то эти бесы уже не бесы, а кто-то еще. Но никто не может войти в дом могучего владельца и расхитить его имущество, если не свяжет сперва владельца. Тогда уже можно и дом его разорять. Это о чем? Ну, на простейшем уровне про квартирный грабеж, или тогда квартир не было, дома. Соответственно, надо сначала обезвредить хозяина дома. Если удается освободить от злых духов каких-то людей, то есть, фактически, похитить у них это имущество, как сами духи себя это представят, значит, хозяин дома обезврежен, связан. Хозяин дома, собственно, есть в Эльзеул, да? «Аминь, говорю вам, сынам человеческим отпущены будут все прегрешения и любое злословие, какое бы ни сказали. А кто злословит Дух Святой, нет тому прощения вовек, вечно виновен он в этом прегрешении». Как-то нелогично. То есть, отца и сына можно хулить, а Духа Святого нет? Так, что ли? Ну, здесь нет этого учения о Троице в явном виде, но даже не в этом дело. А что он имеет в виду? Смотрите, если кто-то ругает другого человека, то он может сказать очень резкие слова, но можно попросить прощения, и можно заслужить это прощение. И вот, смотрите, человек, который нуждается в прощении, он прибегает к помощи Святого Духа. Но если о Святом Духе он говорит, как о бесовском Духе, какую помощь он может получить? Умрет ли от жажды человек, который отказывается пить? Да, умрет. Не в том смысле, что его убьют за это, в том смысле, что отказавшись от воды и прочих напитков, он лишит себя жидкости от обезвоживания, рано или поздно умрет. Человек, который называет Духа Святого Духом Вильзевула, дьявольским, демонским, темным духом, но он лишается его помощи. И что будет дальше? Ну, вот то и будет. Вечная вина в своем прегрешении. Нет действия Духа, которое могло бы его очистить, потому что он этот Дух заранее не просто отрицает, но очерняет. Это было в ответ на их славу, в нем нечистый Дух. А дальше маленькая семейная сцена. Тут приходят к нему мать его и братья. А, кстати, кто такие братья, довольно трудно понять. Православная католическая традиция видит здесь детей Иосифа от предыдущего брака. Ну, Иосиф, муж Марии, он был человеком немолодым, вполне могла быть у него первая жена, которая умерла, но оставила ему детей. Может быть, даже какие-то двоюродные и троюродные, потому что слово братьев в греческом языке может означать ближний круг родственников. Ну, и вот, смотрите, такая контрастная сцена. Иисус проповедует, ярко обличает, тут к нему приходят родные и как-то, наверное, беспокоятся о нем и хотят как-то, чтобы все было в порядке. А для этого не нужно дразнить гусей, не нужно говорить неприятные вещи. Итак, там снаружи матерь твоя, братья с сестрами тебя ищут. А он ему в ответ говорит, кто матерь моя, кто братья. Как это? В каком смысле? Я, глядя всех, кто сидел вокруг него, говорит, вот кто матерь моей, мои братья. Кто творит волю Божьей, тот мне и брат, и сестра, и матерь. Значит, получается, что родство ничего не значит? Или нет? Скорее, родством не ограничивается связь. и братьями, сестра, и матерью даже могут стать совершенно чужие люди, если они ведут себя как брат, сестра, матерь, да, вот Иисус говорит, исполняет волю Божью. Поскольку он ее исполняет, поскольку он Сын Божий, то человек, который делает то же самое, становится ему братом в этом сыновстве. И даже матерью может стать, если это женщина в возрасте. не просто Царство Божие как какая-то категория, но как удивительный набор возможностей стать братом Иисуса. Ну, правда, для этого волю Божию надо исполнить всего-то. Субтитры создавал DimaTorzok